Всем дичонки, большой привет! Хочу поделиться с вами отшивом такой вот прекрасной иконы от Новой Слободы. Коробочка такая чуть помятая, потому что я ее уже отшила, раздербанила, и это все пойдет в мусорник. Это православный складень с рамкой из дерева. Вышивается на перфорированной бумаге. Святой Пантелеймон, покровитель целителей и врачей. Эта икона будет подарена моей маме хорошей знакомой. Вот, и сейчас я вам покажу. В общем, покажу сначала уже сразу икону эту. Дальше будем по составляющим. Такая вот получилась икона. Вышилась она мне. Ну, в общем, можно вышить ее за один день. Я вышивала одного вечера там чуть-чуть часик, второго вечера там пару часиков. Ну, часика три-четыре, и это будет полноценная работа готова. Такая вот икона. Сразу здесь уже штучкой куда повесить. Аккуратненько это вынимается, эта перфорированная бумажечка, вышивается и вставляется обратно. Очень красиво. Конечно, сжирает камера блеск этого бисера. Ну, очень красиво вот так вот посмотреть. Очень быстро вышивается. Очень мне нравится работать на этой перфорированной основе. Она такая, как даже не бумага, а такая, как пластик какой-то такой или ламинированная бумага перфорированная. Очень мне нравится. Жду я вторую такую же. Это будет уже конкретно маме. Мама сказала, я тоже такую хочу. Так что будет у меня вышита еще одна такая. Ну и уже посмотрим по составляющим. Остаточки ниток. А вот, вот были вложены ниточки такие. Новая Слобода вкладывает. Моя иголка, которая была в этом наборе. Такой вот бисер. Бисер, как видите, с большим запасом. Красивый, очень такой блестящий. Такой еще. Такой вот. Такой вот жемчужный. И радужный такой вот тоже. Смотрите, как много остается бисера. Очень, очень много. То есть не... Скорее всего, на второй отшив бы хватило. фиолетовый такой. Смотрите, да. Вроде бы, я когда открыла, увидела фиолетовый бисер. Думаю, ну куда же... Зачем же он нужен? Как же он туда подойдет? А вот он здесь вот чередуется. И это очень даже смотрится органично. Видите, поблескивает здесь вот. Жалко очень, что когда снимаешь бисерные работы, даже половины всего блеска, всего вот этого благородства бисерных работ на камеру не передается. Сейчас у меня натуральное освещение. Я сижу возле балкона, но все равно. Ну вот как-то так вот. Видите, поблескивает. Я думаю, что если включить искусственную лампу, то будет просто вообще желтизна. Вот. Ну и дальше. Упаковочка такая вот. Внутри здесь была она вставлена эта рамочка. И был такой пакетик, зиплок пакетик. Внутри у нас схемка с обозначениями. Очень удобно. Все различимо. Все очень видно. Все шикарно. Здесь вот был прицеплен этот бисер. Здесь у нас инструкции. Раз, два, три, четыре, пять. Пять иностранных языков. Еще семь. Семь языков, короче, русский, английский. И все прекрасно показано. Как это все вынимается. Как это все вышивается. Как что делается. Вот видите. Ну, иголочкой я ножничками подковырнула. Иголочкой мне не получилось. Надо аккуратненько. Потому что можно нечаянно, например... Хотя здесь везде вышивается по кантику. Но все равно вот видно, да, кантик. Могут остаться следы, если слишком сильно. Ну, пока... Вот. У меня получилось более-менее... Ничего не видно. Рамка такая. Когда достаешь это все из упаковки, оно все так пахнет деревом натуральным. И она такая достаточно тяжелая. Но блестит невообразимо красиво. Сначала, еще год назад, когда смотрела на серию этих икон, как-то они мне не очень нравились. Мне казалось, что они мрачные. Но, видимо, вкус меняется с опытом. И сейчас мне очень нравится. Очень благородно, красиво смотрится. Камера, конечно, затемняет. Но шикарно. И рамка подходит, и сюжет, и вот... Подбор бисера, сама разработка. И очень-очень мне нравится. Вышивала я в две нитки так, чтобы бисеринки лежали и никуда не смотрели в разные стороны, скажем так. Вот. Так что вот такая вот работа у меня вышилась. Все эти инструкции и схемы я, конечно же, выкину. Один в один прямо. Тут даже бисер немножко кривоват лежит. Ниток, как вы видите, даже в две нитки тоже хватило с большим запасом. Все очень-очень классно. Надеюсь, той женщине, которая предназначает этот подарок, он мне понравится. Ну, а с вами я прощаюсь. Всем удачи, ровных крестиков, послушных бисеринок. И пока! Пока! Пока!